Приветствую! Сегодня мы поговорим про одну из самых чувствительных и вместе с тем очень важных тем об идеологии Муссолини, вошедшей в историю под названием фашизм. У этого слова вообще удивительная судьба. С одной стороны, она постоянно на слуху, а с другой спроси любого, а что конкретно она означает. Ответят, скорее всего, что-то про Гитлера, про немцев и в целом про врагов. Кто против нас, тот и фашист. Абсолютное зло. Только зло бывает разным. А фашизм это вполне определенное и хорошо изученное зло. Так давайте разберемся, что это такое. В 1997 году прекрасный писатель, мыслитель и философ Умберто Эко выпустил эссе «Вечный фашизм». В нем он выделил 14 признаков, помогающих распознать фашистскую идеологию. Несмотря на различия в риторике, все эти признаки так или иначе присутствовали и в Италии при Муссолини, и в Испании времен Франко, и в нацистской Германии и в некоторых странах Латинской Америки. Но самое тревожное, что многие из них, к сожалению, начинают проявляться и в наших краях. Давайте вместе пройдемся по каждому из 14 признаков. И постараемся максимально честно ответить себе, видим ли мы что-то из этого в современной России. А выводы пускай уже каждый делает для себя сам. Первое. Культ традиций. При фашизме в моду входят традиционные ценности, доставшиеся от предков. Истина провозглашена раз и навсегда. Остается лишь истолковывать ее темные слова. Для таких режимов характерны суеверия, тяга к оккультизму и мистике, в том числе и на высшем уровне. Второе. Непринятие модернизма. Фашистские лидеры обожали технику, но только саму технику, а не как не стоящие за ней идеи просвещения, на которых стоит прогресс. Различные мнения, свободный доступ к информации, критическое мышление – это все зло, как и рационализм в целом, поскольку ставит под сомнение догмы. Третье. Культ действия ради действия. Презрительное отношение к деятелям культуры и науки хорошо описывалось еще советским выражением «вшивый интеллигент». Думать – неможественное занятие. Интеллектуальный мир для фашизма враждебен, а интеллектуалы, деятели культуры, представляются паршивыми овцами и маргиналами. Четвертое. Несогласие есть предательство. Критиковать нельзя. Любой, кто не согласен – брак, предатель или зарубежный агент, ведущий подрывную деятельность. Пятое. Расизм. Фашизм ищет опору на прирожденную боязнь народного. Он объединяет своих последователей через страх перед всем чуждым и непохожим. Шестое. Пережитое унижение. Фашизм опирается на классы, наиболее пострадавшие от экономического или политического кризиса. Народ, испытавший разочарование и унижение, мечтающий о возвращении былого величия – отличная почва для фашизма. Седьмое. Идея заговора. Социально обездоленным внушают, что причина всех их бед – вражеский заговор. В идеале международный. Наша страна в кругу врагов. Нам завидуют. Нас боятся. Нас хотят завоевать. Но подойдет и заговор национал-предателей внутри страны, пятой колонны, евреев, вражеских агентов. Восьмое. Идея несправедливости. Враги живут лучше, чем мы. Их демонстративное богатство и процветание досталось им незаслуженно. Пусть мы беднее, но за нами правда. Девятое. Жизнь ради борьбы. Для фашизма жизнь – не самоценность. Она важна лишь как ресурс для борьбы. Впереди решающий бой. Враг будет разгромлен. И на руинах взойдет золотой век. Поэтому милитаризм становится благом. А пацифизм – идеологии предателей, равнозначной братанию с врагом. Десятое. Элитаризм. Рядовые граждане представляются лучшим в мире народом. А вождя окружает новая элита. Торжествует культ силы, в котором силовики становятся чем-то вроде дворянства. При этом каждый отдельный микровождь презирает тех, кто ниже и, следовательно, слабее. А сам охотно пресмыкается перед вышестоящими. Действует принцип «Кто сильный, тот и прав». Одиннадцатое. Культ героев. Героическая смерть преподносится как желаемая норма. А подвиги павших героев становятся главным образцом для подражания. Двенадцатое. Культ мужественности. Любые недостаточно мужественные меньшинства презираются и беспощадно преследуются. Набирают популярность в военные игры. А женщина занимает отчетливо подчиненное положение в семье и обществе. Тринадцатое. Единство. В идеологии фашизма меньшинство подчиняется большинству. А личность, как таковая, собственных прав не имеет. Вместо этого права и волю имеет народ. А выражает эту волю, естественно, вождь или правящая партия. Четырнадцатое. Новояз. Фашизм всегда говорит на своем языке, как правило, упрощенным и обедненным, не дающим достаточных инструментов для критического мышления. В обиход вводятся новые слова, часто образованные из сокращений. Вот такой невеселый и, к сожалению, до боли узнаваемый список. И ведь не скажешь же даже, что им Умберто Эко клевещет на Россию. Своё эссе он писал, когда Путин ещё не был не только президентом, но и даже главой ФСБ. Многие из нас в те годы наивно полагали, что все эти явления давно отправились на свалку истории. Но Путин, увы, идёт в точности по стопам Муссолини. Корпоративное государство с приближёнными друзьями-миллиардерами. Культ оружия, прославление войны и бесчеловечное можем повторить, от которого кровь стынет в жилах у немногих настоящих ветеранов. Войны с соседями, военные игры с участием детей, бессмертные полки и всё более пышные парады на фоне общей нищеты. Судебные процессы против учёных, деятелей культуры и искусства. Остервенелое преследование секс-меньшинств, до которых недавно ещё никому не было дела. Лозунг «Россия в кругу врагов». Охота национал-предателей, характерная словечка из путинского новояза. Скрепы, афонские старцы, поэтапная блокировка интернета. Читаешь вот эти 14 пунктов и видя, как новостную ленту сегодняшних дней. Пока мы гордились победой над фашизмом в Европе, он пустил корни прямо у нас под носом. А мы, привыкшие считать, что фашисты это Гитлер и немцы, не сумели вовремя его распознать. Одно радует. В мировой истории нет успешных фашистских режимов. Все они заканчивают одинаково. И путинский не станет исключением. Всего вам хорошего. Субтитры создавал DimaTorzok